Итак, сегодня 24 августа, около 11 утра. Я нахожусь на берегу Малого Абакана. За моей спиной виднеются постройки, баня и дом, в которых мы сегодня ночевали. Сегодня перед нами стоит очень сложная задача, по сложности с которыми мало что может сравниться в походах. И задачу такого уровня никто в нашей команде никогда не решал. Это задача брод Малого Абакана. На кадрах я сейчас показываю одну из его проток. Вот, здесь он имеет три или четыре протоки. Значит, сегодня нам всю эту задачу как-то надо решить. Либо прийти к выводу, что мы не способны ее решить и как-то поменять наши планы. Как все это делать, в общем, пока не ясно. Вон там Малый Абакан. Показываю издалека. Пожалуйста. Это одна из проток. Соответственно, настроение все это как-то сбавливает, оно становится чуть менее таким радостным, более хмурым. Постоянно в голове идут какие-то мысли, ты прорабатываешь, ты переживаешь, ты сомневаешься. И вот все это держится в таком вот напряжении. Довольно неприятная такая вот ситуация, когда ты полностью уходишь вот эти мысли, мысли с таким-то негативным окрасом. И все команды у нас вот сейчас в таком вот непонятном настроении. Что мы решили? Мы решили, что мы вот начиная с этого места, начинаем идти вниз, начинаем искать место для брода. Хотя вот вчера, честно говоря, мы парочку мест, где я был бы готов перебродить, проходили. Ниже, конечно, все может быть хуже, но, 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 кто знает. Соответственно, все это вот держат в очень тревожном напряжении. Я лично себя чувствую, честно говорю, физически разбитым. Честно говоря, я вот вообще не знаю, что будет дальше. Очень большая интрига сохраняется, что и будет с этим малым Абаканом. Я крайне надеюсь, что мы на какие-то необдуманные, неоправданные, неоцененные риски не пойдем. Хотя, в принципе, я всего этого не исключаю. Вот, в общем, в такой напряженной атмосфере, с такими вот непонятными ожиданиями, начинается утро 24 августа. На завтрак мы ели гречку, как и на ужин. Гречку мы позаимствовали местную. Но я, тем не менее, чувствую себя голодным. Я бы готов был проглотить... Короче, я чувствую себя голодным. Не насыщает эта пища. Нужно какое-то мясо. Нужен, наверное, какой-то более-менее полноценный отдых. Может быть, дневка или еще что-то. Либо это все какие-то последствия моей болезни. Вот здесь вот такое вот место. Владельцы избы заготавливали. Дрова. Изба сама гниет. Гниют ее четыре угла. Весь потолок покрыт плесенью. И так далее, и так далее. В общем, избе этой, по-видимому, если с ней ничего не предпринять, осталось не так долго. Заготовка дров. Пожалуйста. Ну, какой-то вот огромный кедр. Вернее, его корневище. Огроменный. Ну, просто, чтобы вы понимали. Вот моя ладошка. А это даже не пятидесятая часть его. Конечно, вот в таком настроении, наверное, утро начинать не очень приятно. Ни мне, ни вам. Но делать нечего. Такие вот походные сложности. Ну, будем как-то стараться их преодолевать. Будем как-то использовать плюсы команды. Будем как-то проявлять, что ли, смекалку и надеяться на что-то лучшее. Вот такое вот утро в таких вот замечательно кедровых лесах пойменной тайги Малого Абакана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, мы стартанули, и во всех смыслах первые шаги даются тяжело, как в эмоциональном плане, так и физическом. Идем, смотрим на рельеф ищем брод. Смотрим место для брода. Вот сейчас стоим рядом с такой прикольной косой, там заломы, их можно тоже использовать как-то для перехода. В общем, конечно, все это выглядит пока что не очень нереально. Вот нам надо попасть вот в этот вот распадок. Вот он, новый Абакан. В общем, перебродили по этим кедрам. Протоку Малого Абакана. Сейчас идем исследовать берег. Наверняка там будут какие-то возможные варианты. Ломимся по какому-то совершенно чудесному папоротнику к берегу Абакана, чтобы посмотреть возможные места для брода. Вот этого друга нам бродить. Думаем, думаем, не торопимся никуда. Вот он, Малый Абакан. Очередные кадры. Не знаю, насколько это хороший брод, но место, где, кажется, реальный перекид. Малый Абакан, но вот здесь. Единственное, что там воды у другого берега, наверное, будет дофига и все же придется немножко поплавать. Абзац. В общем, Андрей сейчас будет проверять вот этот вот перекат на возможность перехода речки по нему. Вот. Там вот вдали виднеются сомнительные шверы. А вот распадок, куда нам нужно. Хорошо, что сейчас, конечно, светит солнце. И, в принципе, в воду лезть не так страшно. Исследование брода продолжается. Вон Андрей с шестом смотрит, что, как там с водой. Исследование брода продолжается. В общем, Андрей успешно перебродил на ту сторону и обратно. Но его местами совершенно очень жутко так качало. Поэтому, скорее всего, мы будем проходить здесь, в эту речку. А в каком конкретном месте, пока что, мы еще не выясним. Идем за нашими рюкзаками искать Макса. И вот такие вот прикольные гольцы. Кружают малый Абакан. Сейчас дня. Несем вещи на место брода. Очень волнительно все это. Так что вот в таком вот атмосфере мы сейчас двигаемся. Бродить вот будем в том самом месте, что я показывал. Да, напряжение, конечно, накаливается. Сейчас очень напряженный и волнительный момент. Остаются последние подготовки перед прохождением брода. Я вот снимаю с себя носки, ботинки. Снимаю энцефалитку и надеваю на голое тело снова ботинки. Вот. Витек будет делать точно так же. Идем вот там, рядом с перекатом. И, соответственно, пойдем мы вчетвером. Я, Серега, Витек, ну и Макс. Соответственно, такой стеночкой. Надеюсь, все пройдет отлично. Но момент безумно волнительный. Эти вот воды, эти перекаты, эти скользкие камни, спрятавшиеся на дне. И непонятная глубина всего этого заставляют сидеть сейчас и немножко переживать прежде всего. Вот смотрите. На кадрах сейчас тот перекат, где мы переходили. Мы, соответственно, вот там вот тут были, там собирались. Прошли по вот этой вот отмеле. И здесь вот чуть выше переката мы шли. Шли мы стеночкой, все четыре человека, четыре участника. Я, Серега, Витек и Макс. Было крайне тяжело в некоторые моменты. Камни все безумно скользкие. Вот, смотрите, вот эти камни вообще вот. На них даже наступать страшно. Наступил и нога поехала. И здесь вот мы, собственно, и бродили. Было пару моментов, где меня уносило. Было пару моментов, где Витека уносило. Серегу уносило. Все, короче, мы понервничали. У меня, как обычно, после перехода речки пересохло в горле. Короче, это такое себе развлечение. Очень было здесь жестко. Но Малый Абакан, по крайней мере, главная артерия, которая у него есть, на данный момент пересечена. Этому, наверное, стоит порадоваться. Вот так вот выглядит наша дружная команда. Стоим сейчас немножко, обсыхаем. Потом трогаемся дальше. Вот распадок уже скрывается за прибрежным лесом. А именно в этот распадок нам и надо идти. В общем, все, мы двигаемся дальше. Сейчас спускаемся по каменной косе. Смотрим, есть ли там еще у речки одна протока. Вот, как-то так. Конечно, брод стеночкой. Это вот, наверное, первый мой полноценный опыт. Мы с Серегой вдвоем бродили, с Витьком. Но там было в разы проще, чем здесь. Здесь, конечно, этот опыт был получен. И я бы не сказал, что он прям восхитительный. Он есть, да. Он показывает, что поддержка товарища слева и справа. Сереги слева и тика справа. Она существенна. Здесь на этом броде, если бы я пытался бродить один, я бы наверняка улетел. Поскольку камни просто огромные, скользкие. Я иду сейчас, соответственно, в мокрых ботинках. Поскольку возможных бродов огромное количество. Да и, честно говоря, в сапогах идти совсем не хочется. Ну, вот такие вот, короче, у нас приключения. И самое главное, на что можно обратить акцент. Вот сейчас, как бы, ты так думаешь и говорят такие мысли. Блин, какая же жесть. В чем-то и обо всем этом, уверен, через неделю уже после окончания похода, будешь жалеть. А ждет нас Аянская плата. И там тоже какие-то плата, какие-то прикольные нагромождения год. Ладно, надо нормально же все это снимать. Только что, вот, в течение, наверное, 30 секунд, я перебродил эту протоку. Стряхиваю воду с ноги. И с левой, и с правой. В общем, потихоньку. И что толку, да, вот, иду, и нога, и как на катке, короче, находить. На каждом камушке, более-менее крупном, я спотыкаюсь, и у меня нога начинает ползти. Вот так вот здесь. Просто в воде, видимо, есть какие-то микроорганизмы, отложения которых, либо просто ил, который там как-то скапливается, застревает, очень сильно препятствует прохождению через них. Идем, в общем, по какой-то Сталице. Ну, я надеюсь, что скоро наши мучения закончатся, и мы уйдем в сторону плата горного, наконец-то. В общем, идем дальше вниз, по Малому Абакану, по другому берегу. Вроде бы, как другой проток и не пахнет. Это вроде бы пока хорошо. Знаете, зачем вообще я начал все это записывать? Я тут начал прислушиваться, насколько далеко, на каком расстоянии я слышу своих попутчиков. Оказалось, что вот Серега идет, да, там метров 20-30 от меня, и я уже не слышу ничего. Ни каких-то позвякиваний чашки, ни хруста веток. В общем, слышимость, конечно, вот в лесу, на берегу речки. Получается, вообще почти никакая. Вот такие вот наблюдения. Редкая малинка, которую я сейчас едаю. Что интересно-то за горы? Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. вот так вот выглядит со стороны ломления через тайгу туристической группы пытаемся выйти к тому нужному распадку который нам нужен и соответственно здесь вот где-то по по данным советской военной карты идет какая-то старая тропа возможно вот сейчас нам удастся ее подсечь либо или хотя бы какие-то и остатки обнаружить типа пропилов и тому подобного вышли на какой-то старый охотничий путик совершенно не пропиленный идем по нему хотя вон смотрите какие-то старые пропила совершенно не пропиленный имелось ввиду что есть свежие заломы идем по нему сейчас надо выйти на безымянный приток малого абакана по которому мы будем обходить эту гору гора чабая и забираться наверх сейчас у нас по плану обеденный перерыв идем до воды а место где можно остановиться и будем вот такие вот свежие заломы подходим к ручью на берегу которого мы собирались обедать все охотничьи путики были потеряны приходится ломить напрямую через тайгу через эти заросли выбирать путь какие-то следы возможно путика какие-то следы по-видимому топора кто-то пытался сломать срубить это дерево и вон там вот внизу течет ручей улыбка на ботинки серёги это результате этого перехода до традиционные кадры мы с весь комс набираем воду на обеденный привал я набрал кастрюлю бутылку витёк набрал кастрюлю нет и набрал и две бутылки переход такой вот под отделка в километрах сейчас был я взмок честно говоря но с другой стороны очень классно стучать не дождя и можно более комфортно идти при этом одежду тебя мокрая исключительно только из-за твоего пота дальше будем идти вверх-вверх-вверх не знаю по какой стороне лучше это делать сейчас будем обсуждать и думать там дальше надо будет найти тропу она вон там идет и не терять мы потеряем а ты по ней ходил кто топит участников похода кто топит участников похода что хватит компромат записи я песни пою трагиционный обеденный перерыв и горячая лапша заканчивается наше пребывание на стане все уже собраны и сейчас минуту на минуту мы трогаемся дальше вверх по этому безымянному притоку малого абакана в общем трогаемся напрямки нам идти чуть больше чем 10 километров но по тропе наверное это будет около тринадцати может быть даже больше километров но ждут какие-то два горных перевала в общем веселая веселое окончание дня и начинаем потихонечку все этого включаться поднимаемся выше никакой тропы нет сейчас обходить этот изгиб не очень понятно как неужели это зарубка на дереве мы действительно ломим сейчас по тропе эти в общем сложно рельеф здесь такой горно-таежный постоянно какие-то камни какие-то завалы ловим с трудом ну по крайней мере я у меня это подъем который сейчас происходит вызывает большие энергозатраты вот опять изголом чик какой-то обнаружено нечто это то ли петля на какого-то зверя то ли что-то в таком духе я точно сказать не могу но это явно следы какой-то человеческой деятельности когда-то здесь проходил возможно охотничий пути вот такие вот делишки андрей он там идет позади сматывается в навигатор тоже ищет тропу неужели это зарубка на дереве который указывает тропу возможно что да возможно нет идем обливаемся потом серёга там обнаружилась такая более менее очеловеченная тропа видны зарубки как вы видите потому что показываю это не совсем тропа это какая-то тропа аттракционов идти не просто идти сложно потому что идет подъем вот с такими препятствиями так что мы все обливаемся потом по крайней мере я точно обливаюсь потом что что она пропила здесь и ожидать совсем увидеть здесь совсем не ожидал а сам ручей течет в каком-то каньоне склоны его довольно обрывистый ужасное препятствие на пути посмотрите что произошло с кедром просто засох и так сложился на тропу соответственно все это я пролез теперь серёга пролазит вот такова жизнь это ёжных тропах ничего не сделаешь мало бакан остается где-то там внизу что серёга пошли могучий кедр под ним запас небольшой сухих дров вот какое-то приспособление какая-то часть тропы уже пройдена мы там сделали небольшую остановку чтобы дождаться всех участников группы на берегу ручья я пошел чуть в сторону проверить правильно ли наши догадки про продолжение тропы вроде бы как правильно то что я сейчас показываю на заднем фоне это есть тропат значит двигаемся дальше такой вот знаете рабочий 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 ход и ничего с этим не сделаешь надо идти кайфовать от него ручей довольно мощный красивый каньонистый с огромным количеством водопадов лесин валяющихся и здесь и там ну и наша довольная группа у всех приподняты настроение после обеда после обалденной тропы это самая красивая тропа которая проходила саянах на данный момент в общем я все это очень ценю витёк бродит на фоне такого каскадного водопада идёк броди быстрее меня щас продует серёга она там тропа там 6 часов вечера и похоже тропа потеряна шла 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 в какой-то момент началась неровности кедровые завала мы пока что потеряли тропу сейчас ищем слева справа смотрим рука потихоньку начинает издираться в этих тещобах идем в поисках тропы вот на дереве была обнаружена такая метка метка это или нет родили сейчас наверное около минут двадцати по тайге и кедровой тайге по всем этим завалом пробирались как и вот похоже мы вышли на тропу виднеются знаки так что сейчас должно стать полегче а времени уже почти пол седьмого идти нам сегодня возможно не так долго поскольку темнеет чуть позже 8 около 8 30 эй под ногами у нас сейчас какая-то совсем переспелая черника чувствуется что некоторые ягоды прям разваливаются от своей мякоти остаются только косточки вот она еле видимая тропа зарубок нет наткнулись на куст смородины или кислица пожираем ягоды хоть они еще не до конца поспели это поможет ободриться вот мы сейчас находимся на таком вот ручье все руки в красной смородине и в чернике соответственно сейчас уже пора нам искать время стана 7 вечера темнеет меньше чем через час здесь очень неровный рельеф так что это сделать не так просто но выбор у нас нет в общем выбрали вы место для нашего стана лучше тут ничего не найти в данном рельефе вот такая вот полянка вокруг потрясающие кедры рядом шумит ручей осматриваемся потихоньку ищем места для палаток и сейчас будем разжигать костер и все дела делать разжигать костер здесь тоже конечно особое удовольствие вот все дрова они распределены по такому вот крутому склону поэтому приходится их вот сейчас так скидывать низину а потом мы будем собирать использовать для костра вот там какие пошли в дело огроменные штуки и и и и и и и и устройство стана, Андрей разжёг костёр, сделал костровую палку, мы с Витьком привезли воды, Макс тоже принёс воды, сейчас всё будет, короче, сделано. Серёга уже почти поставил свою палатку, Макс тоже начинает её ставить, мы свою ставим вот здесь вот, в такой вот яме. Ну, какие условия? Виктор, прокомментируйте место, где мы ставим палатку. Цензурных слов у меня нет. Но хоть костёр у нас офигенный. Это костровую палку хорошая. Прошло немного времени, наш лагерь немного преобразился, появилось две новые палатки, горит костёр там за кустами, вон он, расставлены на козёлки и так далее, и так далее. Жизнь кипит, жидкий азот. Смотрите, у нас есть нюансы, я не знаю, о чём ты думаешь. У тебя карта есть? у меня с телефона. Витёк надо масло. Масло, у-е-е-е-е-е-е. Вот серерь? Это споры на папоротнике? Или это какие-то жуки и отложения? В избе, когда я был в последний раз, не было ничего, кроме газа и дров. Вы не поверите, у меня сейчас в руках черно-смородиновый чай. Это такой оптимум сейчас по сахару, но можно еще посластить, еще процентов на 30 бы слаще был, тогда жажду бы утолял лучше. Я еще не пробовал. Нет, тратить много. Вообще нормально, слушай, я пробую в самый раз. Подойдут? Сложно сравнивать. Я иду по усталости, по дроченности, вот такое. Поскольку это баланда, Серега, давай мы потом, если надо, доложим еще. Я, по-моему, положил 4 ложки. Я, блин, он что-то... Да пусть там лежит что-то, 3-7 по 4, потом он все по 4. Эта баланда самая вкусная, что вы ели за последние 5 дней, я вас уверяю. За последние 10 дней. А, не, ну не считая супов. Супы были, эти обувыгатские сушеные супы были однозначно вкуснее. Но, как по месту, вот это здесь сейчас будет казаться вкуснее. Сколько я положил? 3? Похоже. Баланда. Давай. Пожалуйста. Утек. Утек. Утек, мне тут показалось, что ты не хочешь баланды. Утек, мне тут показалось, что ты не хочешь баланды. Утек, у нас столько тарелок. Утек, у меня нынавидит он куда-то, да? Что? Ну, поход тут все-таки не курс и поварского искусства. Поэтому, наверное, это... Батарейки, конечно. Я, на самом деле, для последних сил держался. А, они на другой флейхе, все, покажу. Я же заменил флейху сразу после этого. У меня такой мандрат уже на середине был. Сидим, обсуждаем, какой сегодня был... Как ты сказал? Значимый день. Мы, короче, сегодня нашли брод Малого Абакана. Нашли Макса потом. Перебродили Малый Абакан. И пришли сюда. Давайте сахар бречь еще. А то уже ушло половину за сегодня, наверное, от этой бутылки. Я ее неделю-неделю таскал, и за сегодня только половину это ушел. Вика, там моя чашка с ложкой лежит. Дальше, 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 дальше. Около палатки моей. Дай ложку, пожалуйста. Все, давай поваришь. Давай посолим, короче. Хотя надо будет по вкусу солить. Надо будет потом проверить, когда покипит, что там солит. Абакана... Абакана... Нарушный, квартира, Engra, Глеб. Абакана, Глеб. 안ет с клипом влюборе, Классы. Абакана... Абакана. Мне нужно будет проверить. Абакана. Абакана. Абакана.